Стрелы разные. Я пользуюсь прицелом. У меня гармин, который позволяет мерить расстояние. Есть свои пристрелочные в памяти определенные позиции, то есть ты любой боекомплект можешь сохранить в память по определенных характеристикам. То есть ты стрелу 500 грейн пристрелял, забил ее в профиль. Прям вся сетка меняется в прицельную? Нет, профиль запоминается. Ты когда включаешь и убираешь профиль, ты под определенную стрелу до 10 профилей можешь сохранить. Так же, как в ночных прицелах и в тепловизионных прицелах есть профили, которые сохраняются. Это называется профиль, вспомнил. Поэтому, скажем, на сурка идти с 70-грановой стрелой, шмайсером, наконечником, который заточен под какого-нибудь носорога, к примеру, просто неразумно, дорого и смысла нет. Поэтому используются какие-то шокеры, вплоть до того, что китайские наконечники, потому что дистанция порядка 15 метров и нет какой-то прецензионной точности в наконечнике, чтобы достигать каких-то там суперрезультатов. На дистанции 10-15 метров полетит там любой там восточный наконечник, худо-бедно, да. А стрела уже, скажем, на такой более ответственной охоте, как там медведь-лось, там, да, уже подбираешь более тщательно соотношение наконечника и стрелы. Вот. Стрела порядка в среднем где-то там 500 грейнов, 450-500 грейнов. Ну, есть легче для маленьких, есть меньше весом для маленьких каких-то зверей, да, и побольше для крупных. Сколько у тебя комплектов стрел есть? У меня два комплекта, три. Три комплекта? Три комплекта стрелы. Одни стрелы, которые идут под катушку с фишингом, чтобы стрелять, условно говоря, бобров. Все остальные стрелы, скажем, вот там, медведя, там, до лося и сурка, это еще одна категория стрел, они порядка там 500 грейнов. То есть, нет разницы, как стрела полетит, то есть ты просто наконечник меняешь, на ней условно говоря шокер, на бродхед меняешь. Вот. А в массе она одинаковая стрела. У ней будет баллистика, другая. Но масса и характеристики стрела, они одинаковы. Нет смысла менять, потому что, ну, без разницы. Не надо вот экспериментировать, там, на сурка одну стрелу, там, на лося, там, другую. А уже сверхзадач, когда ты ставишь, ну, какие-то такие животные, там, африканские, потому что они очень крепкие на рану, они толстокожие, у них крупные кости, которые плохо пробиваются. Там уже, там, спецкомплект. Там же 700 грейн, там двухлезвийные, специальные наконечники а-ля Magnum, которые ты накручиваешь, там другая баллистика. Ну, такие охоты, они крайне редкие, к ним готовишься там заранее, поэтому это, скажем, такой эксклюзив.